Александр, у вас было два слайда. Один был слайд по целевому уровню гликированного гемоглобина, где вы четко показали, что пожилым все-таки лучше держать гликированного в интервале 7,5-8. А в другом исследовании, когда назначали ситоглептин, исходно гликированный был 7,1, а потом после лечения 6,4. Вот как-то не кажется вам, что у группы пожилых пациентов с диабетом второго типа 6,4, конечно, маловато? Михаил Борисович, я бы, наверное, так ответила. Я понимаю, это не ваша инициатива. Да нет, но тем не менее, все равно мы с этим сталкиваемся и в реальной клинической практике, и иногда, так сказать, наши усилия терапии у пожилого пациента вдруг оказываются с большей легкостью достижимы более низкие цифры. Такое тоже бывает, но на самом деле здесь нужно четко сохранять баланс и оценивать в каждом конкретном случае риски гипогликемии. И если, как говорится, они высоки, то, значит, степень, может быть, интенсивности терапии этого пациента все-таки, на мой взгляд, нужно снизить, тем более, если речь идет и о старческом возрасте, потому что, так сказать, пожилой-пожилой, но есть еще и старческий, 75 лет и старше. 70 лет, все-таки, 7,1, я считаю, достаточно приемлемая цифра, но я думаю, индивидуально. Конечно, индивидуально. 70, а я говорю, что есть и старческий возраст, 75 и старше, поэтому, конечно же, индивидуальный подход. И у меня, может быть, еще один комментарий по поводу выступления Ашот Масаиловича. Ну, как вам сказать? Слава Богу, что нет отдельно препаратов, пероральных сахароснижающих для женщин и для мужчин. Это счастье. Потому что представить, что еще это у нас есть в наших алгоритмах, это было бы невыносимо. Ашот Масаилович, поэтому спасибо, что вы нам это показали. Вот. Но если и есть препараты для мужчин, то это в другой направленности. Поэтому вы очень хорошо показали, что женщины с диабетом болеют чаще, имеют больше риск по патологии углеводного обмена. Но по данным регистра, мужчины живут меньше. Вот это какой-то парадокс. Эти болеют, но живут дольше, а эти вроде бы меньше болеют, но чаще, но быстрее умирают. Да. Спасибо, конечно, за этот комментарий. Ну, во-первых, я начну с того, что для мужчин, вы сказали, есть какие-то препараты. Если они есть, я должен тут вас подправить о том, что эти препараты уже применяются в том числе и женщинами. Вы это знаете. Да. О каких препаратах идет речь. В отношении же, значит, вот ситуации, что мужчины умирают, естественно, так, вы сказали, значит, по регистру больше и так далее, это факт. Если вы обратили внимание, то я вам демонстрировал, что инсульты, как правило, значит, в большей степени наблюдаются у мужчин. Возможно, это связано, корречно, не столь диабетическими, как говорится, особенностями, а алкоголем и курением, естественно. Где образ жизни, сказать о том, что наши пациенты действительно придерживаются рьяна, я не могу сказать. Тем более, мы с вами хорошо это знаем, скажем. А мужской пол грешит в этой области в большей степени в этом плане. С другой стороны, вообще мировая тенденция, что женщины живут дольше, независимо от того, они диабетики, не диабетики и так далее, да, здесь есть еще и некая гендерная детерминированность в отношении продолжительности жизни. Если мы даже посмотрим результаты, скажем, в японские исследования, а мы знаем, что эта страна почти лидирует практически по долгожителям, естественно, даже среди вот этого долгожительства в этой стране женщины действительно живут дольше, чем мужчины, мужчины раньше. Чем это обусловлено, я не знаю. Может быть, действительно, здесь и фактор, как говорится, гормонального фона. Мы прекрасно знаем, что эстрогены являются в любом случае протективным в отношении, скажем, долгожительства и так далее. Этот факт известен. Спасибо, я удовлетворен. Я просто хочу сказать, что у страховых компаний есть такой термин «время дожития». Когда человек выходит на пенсию, сколько он еще дотянет до смерти, да. Вот это самый ужасный позор. Я не знаю, это страховые компании только в нашей стране или это во всем мире принято, да. Потому что в 60 лет, когда людей, мужчин направляют на пенсию, там действительно пишется «пенсия по старости». Правильно? «Пенсия по старости». Правильно, что он сказал. И тут еще расчетно, сколько лет дожития этому человеку, которому всего 60 лет. Или женщине 55 лет написать, что, как говорится, это пенсия по старости, когда сегодня 55-летнюю женщину, очень сложно определить ей 40 или 55. Это надо пересмотреть, конечно. Поэтому я хочу выразить наше общее мнение, чтобы этот период дожития у всех был длинный, бесконечный и у наших больных диабетом 2 типа тоже.